Всем привет, с вами Гнат, и сегодня я расскажу, почему классических циклов на биткоине больше не будет. Погнали! Итак, выскажу непопулярное мнение, знаю, что будут наверняка хэйты в комментариях, но что поделать, это личное мое мнение, давайте попробуем с этим разобраться. Для тех, кто не знает, расскажу, покажу. Выглядит все вообще в классическом мире биткоина примерно так, что мы в начале появились в далеком еще в каком-то девятом году, там еще и сумма ничего не стоило, после чего мы там, видимо, как-то накапливались, и вот с 2013 года у нас начались циклы. Есть такое понятие, они как бы у нас, скажем так, завязаны на халвинге, они происходят, как бы памп происходит, начиная с халвинга до следующего, ну, следующий весь год. Это вот типа такое мнение сложилось, оно основано на самом деле, это настолько смешно, что даже абсурдно. То есть, если вы скажете математику, что наша теория, теорема основана на выборке из двух ситуаций, которые причем вообще абсолютно не идентичны, он, конечно, очень сильно засмеется. Но, тем не менее, это первый раз произошло в 2013, у нас был резкий рост там со 100 долларов до 1000, после чего у нас вот МТГ взломали, мы упали, очень длительное накопление, как вы видите, вплоть до вот начала 2017 года, где-то здесь, кстати, зашел в крипту, и опять у нас взрывной рост вплоть до 19 тысяч, тут хаи-19, и опять падение, опять у нас 4 года типа застой, ну, как 4, тут надо сказать, что с 2017 года вот уже хаи вернулись, ну, по факту меньше, чем за 4, за 3. Здесь у нас есть 4 цикла, тут 3, но мы все равно тут натягиваем сову на глобусы такие, ну, в целом, да, у нас здесь цикл, второй цикл. Очень популярное мнение о том, что у нас вот этот цикл, мы год растем, потом у нас там 2 года затишье, может быть, какой-то полусезончик посреди этого, потом опять даунтренд, в общем, вот такое понятие. Я сам был сторонником этой теории, я более того могу рассказать, что я даже в 2019 году, когда пошел этот рост, биткоин пошел на 13, я такой, блин, ну все, есть уже биткоин на 13, тут новые хаи, мы сейчас растем, сейчас изи запускаем, ну, типа, хай-машину. Ну, я уже тогда в один момент из-за этого обжегся, потерял, потому что слишком поверил в рост, второй раз это было уже осенью 2020, нет, 19 получается, то есть мы еще не успели выйти новый хаи, ну, там уже, типа, условно, 13, 16, я откатил, а я такой, нет, вот сейчас уже пробьем, сейчас начинается рост. После чего рост начался, да, и я в мае начал говорить, что это все, если что, есть в сети, это, как бы, я не выдумываю, я вам рассказываю просто свои мысли, которые вы должны понять. Ну, скажем так, наверняка многие люди, которые пережили вот этот весь путь, они приблизительно так, ну, думали, я думаю, короче, в общем, я как прожектор большинства выступаю, не знаю, насколько можно это, этот, но уже, говорю, в комментариях один фиг, засрут здесь, потому что мнение непопулярное, за любое непопулярное мнение у нас инфлюенсер получает всегда. И, собственно говоря, мы такие, ну, окей, все, мы должны, как бы, падать и какое-то затишье, да, ну, на самом деле, у нас приблизительно так и происходит, вот, в мае, там, 54, 64, мы потом на два месяца откатились, опять новый хаи увидели в 69 и опять падаем. Ну, вот тут уже, как бы, ситуация какая, обратите внимание, что здесь, в 13-м году у нас был хаи и падение, что в 17-м году было хаи и падение, тут еще альт-сезон был полгода, сейчас у нас хаи, падение, хаи, и я, на самом деле, это видео хотел записать еще до вот этого отскока, я хотел, когда мы здесь стояли, я уже здесь стопил за то, что многие начали блогеры, инфлюенсеры, все начали говорить, что все, вот, когда вы видели вот это вот падение, то мы тут уже падаем, типа, явно на 20-15, какие-то страшные, ну, естественно, уровни по Фибоначчи, затянутые, там, сейчас у нас еще на уровень Фибоначчи выходит гадание по скотчу, тоже очень актуальная история, слушайте всегда таких инфлюенсеров, они очень сильно разбираются, и вот основная история, у нас сейчас еще один уже отскок произошел, ну, понятно, что это, может быть, условно говоря, фейк отскок, нас сейчас повели там на 45 сегодня, да, мы обратно упадем на 35, там уже проторгуемся, и ниже, ниже, но, опять же, я не говорю, что это, ну, стопроцентное мнение, просто я хочу наблюдениями с вами поделиться, и сказать, мне интересно, что вы скажете на этот счет, потому что, ну, немного все это странно выглядит, потому что уже у нас, как бы, мало того, что у нас было падение, вот, казалось бы, вот здесь мы должны падать, и падать, и падать, но мы отросли на новые, вот сейчас опять новая попытка, но опять у нас какая-то ступень неожиданная, ну, понятно, что коррекция падения, вообще легко может такое происходить, но основная, короче, история, вот еще, что меня сильно смущает, почему мне кажется, что циклы вот эти сломались, хотя, я говорю, ну, странно брать по выборке из двух событий, что у нас уже все закорененные циклы, во-первых, смотрите, вообще, что она часто связана с холдингом, типа, у нас становится эмиссия меньше в два раза, да, у биткоина, соответственно, на этом фоне биткоин должен дорожать, ну, давайте такое подумаем, окей, вначале, например, эмиссия была 16%, стало 8%, ты такой, вау, это сильно, это 8% эмиссии уменьшилось сильно, курс там вырос, после чего эмиссия становится 4%, опять, вроде как бы и сильно, 4% эмиссии уменьшилось, сейчас она уменьшится до 2%, да, вот в следующий раз, когда будет там 1000 до 4, потом там до 1%, и, то есть, разница изменения этой эмиссии, она буквально происходит на 1%, там, полпроцента, и это же уже как будто это не так сильно должно влиять на курс, чтобы прямо на этом завязывалось, то есть, ну, мы же знаем, что эмиссия будет уменьшаться, то есть, это как бы, условно говоря, можно и в цену заложить частично, то есть, и заранее, и пост цена, то есть, сейчас-то мы знаем, что будет новый холдинг, возможно, ну, соответственно, в 2024 году мы уже ждем этого или нет, я вот не знаю, как правило, за год начинаем ждать и обсуждать, я вас уверяю, вы еще увидите огромное количество видео в 2023 году, когда все будут говорить, что бы там ни было на рынке, мы такие, так еще и холдинг скоро, это вообще какой биткоин взорвет, ну, либо же там, когда мы будем вдруг в даунтренде, поэтому это первое замечание у меня, второе замечание, это не раз уже обсуждалось, что мы должны прийти к S&P 500, давайте будем честны, мы же ждали больших дядек в репту, вот этих все институционалов, фонды, хедж-фонды, Боран Баффетт, Илон Маск, кто, Рей Далёк, кто угодно, все должны были зайти в биткоин, мы ждали, чтобы это все стало массовым, с огромным количеством триллионов и так далее, но давайте тогда посмотрим, как выглядит вообще S&P 500, у него тоже есть, вот видите, коррекции, камбэки, но тут циклы восьмилетние, десятилетние, сейчас вообще не пойми, какой цикл и какая-то бешеная эмиссия, то есть тоже посмотреть на график, начиная с 82-го, найти какие-то здесь, ну, прям четкие позиции, я вообще не знаю, что вам ответить, вот реально, я смотрю на это и думаю, ну и что, ну как можно гадать по этому условно графику, какие-то паттерны взаимодействия находимы четкие, такие, чтобы раз в 4 года повторялись, либо 8-10 лет, чтобы было модно считать, что кризис раз в 10 лет, сейчас он у нас за два квартала буквально восстановился, опять же, люди с большими деньгами, с фондового рынка приходят в крипту, теперь уже, ну, думаю, сложно отрицать, что крипта по-любому коррелируется с фондовым рынком и как только, если фондовый рынок плохие, это произошло по сути дела в этом уже году, до 2002 в начале, крипте тоже становится сразу плохо, потому что люди закидывают деньги в фондовый рынок и в том числе в крипто рынок, ну, как более волатильный, как более высокорисковый, но в том числе, возможно, в более высокодоходный актив. И это все нам позволяет задуматься на тему того, что, наверное, ну, как бы опять же, не один раз уже обсуждалось, что через 10-20 лет крипта должна прийти к фонде. И вот эта трансформация крипты в фонду, ну, именно с точки зрения поведения цены, наверное, и капитала, который находится в ней, должна, по идее, как мне кажется, постепенно происходить. А почему, как она может постепенно происходить, мне интересно, вот давайте тогда посмотрим, опять же, на эти циклы. Вот это, это что, циклы, которые, по которым должна крипта расти вместе с фондой, когда здесь будут фонды, то есть люди будут заходить в каком-то периоде и сидеть в просадке по 3 года? Тоже как-то, ну, жестко, давайте будем объективны в этом отношении. Я, в общем, я затрудняюсь на счет ответить, мне кажется, что как-то должна избираться крипта. И вот возможно ли, что у нас сейчас тут какой-то вот пошел, давайте будем, ну, не знаю, конечно, не могу сказать честны перед собой. Давайте представим, что у нас появляется какой-то новый коридор, может какие-то, волатильность большая, но у нас нет вот этих длиннющих коридоров по накоплению, по экспоненциального роста, x20, да, когда биткоин нам с той же тысячи долларов вырастал до 19 тысяч, то, что было в тринадцатом году, там, со ста долларов до тысяч долларов, вот этих всех историй, их же можно, они могут просто уйти, то есть это тоже, ну, как по мне, нельзя забывать. И, говорю, более того, текущий график, он максимально пытается отдалиться от того, что было вот на этих графиках. В теории мы еще, например, можем, вот если взять с текущих и вырасти, там, не знаю, на 140, то тогда со 40, конечно, мы можем падать уже по Фибоначчи, как говорится, очень сильно. Но должен рост пройти резкий. Но когда так много игроков на рынке, это уже и хедж-фонды, и фьючерсы, и кто угодно, и со всех сторон идет давление на стакан огромных лиц игроков. И, конечно же, есть темные манипуляторы, Илоны Маски и так далее, но давайте это все опустим, а непосредственно будем работать с фактами. И факты показывают, что количество игроков, которые сейчас в крипте, просто безумное. И, скажем так, придумывать вот этот план, который нам бы хотелось, чтобы по нему работало, чтобы по нему мы будем очень быстро богатеть, я вот не уверен. Так это только какой, я назвал второй, либо третий повод, да, почему мне кажется, что это уже странно. Давайте еще эфир посмотрим. То есть, если взять эфир, у нас вот, и вообще в целом, кроме того, что эфир, посмотрим еще ситуацию с тем, что у нас появилась альта. Это же тоже очень важно, мне кажется, в циклах. В 2013-м были только форки биткоина, была игрушечка какая-то веселенькая, там, типа, перекладывали с одних форков в другие. Сейчас же у нас биткоин, скажем так, не один, вообще не один. Биткоин занимает сейчас всего лишь 40% рынка, у нас появился такой сильный игрок, как эфир. Эфир, если посмотреть по нему, вот просто, давайте, вот в 2016 году появился, где тут вообще, вот, ну, покажите мне, где эти циклы, от чего мы должны работать. Типа, у нас вот это вот был цикл, а вот это что-то, да, это вообще не цикл никакой, как будто бы, как будто этот эфир для нормального цикла должен стоить, там, 5-7 тысяч. То есть, либо у нас цикл не закончился, мы должны сильно выше взлетать, чтобы потом падать так, как вот завещано нам, да, то есть, 2002-й еще должен быть взрывной. Либо же мы поменяли цикл, у нас по-другому все работает. Мне кажется, еще надо во внимание брать элементарно, если мы раньше брали биткоин, ну, типа, пузырь накачали, сдули, накачали, сдули, то, наверное, сейчас, так как не у нас ли только биткоин, надо вообще общую капу смотреть. И здесь тоже, вот, посмотреть по общей капе, так у нас уже давно нету никаких суперциклов таких. Вот в 2013 году этот рост произошел, да, прикиньте, представляете, была капа в 2013-м, полтора миллиарда у всей индустрии. Потом на хайпе стало 10, и все такие, 10 миллиардов. Потом откатилось до 5, что тоже не очень сильно. И потом уже мы поехали, конечно, на 600-м триллион, на триллион практически, 800-миллиардов, хотел сказать, прошу прощения. Опять накопление, и после 800 у нас как, у нас 3, и мы такие, все, мы, короче, опять на новых хаях. В общем, для меня лично это тоже повод задуматься на то, что действительно ли циклы будут вот такие последовательные, что мы сейчас должны упасть в эту глубокую спячку до 14 тысяч. Это я просто к тому, что я бы не шортил, реально. У меня, если что, сейчас 3-35% стейблов, потому что крипта чуть-чуть подрастала. И я не призываю ни шортить, кого ни набирать, но просто я хочу у вас задуматься, что многие сейчас говорят за эти циклы, но вы, пожалуйста, учитывайте вот эту информацию. И еще немаловажная вещь, я напомню, Tesla, вот 8 февраля, у меня эта новость вышла, я не знаю, просто на Forbes нашел, 8 февраля 2021 года вышла новость о том, что Tesla на полтора миллиарда долларов зашла в биткоин. И они зашли не на год и не на два, а там история в долгую, наверное, 3-5 лет хотя бы. И вот ситуация какая? Приблизительно, я не нашел четкой информации, ходит информация о том, что они купили в районе 32 800-33 200 биткоин в среднем, вот это на полтора миллиарда. То есть, точка входа у одной из самых крупнейших компаний, которая, ее оценивается безумно, Илон Маска все любят, главный, скажем так, шиллер биткоина. Причем, кстати, отметить, что Tesla-то не купила Dogecoin, несмотря на то, что всю любовь там Илона к Dogecoin, это чисто его развлечение, а Tesla занимается инвестированием. Так вот, они в 2021 году купили биткоин по 32 тысячи. И представьте себе ситуацию, я на самом деле ее объяснял на своих стримах, обязательно ходите каждую среду на канале, а также подпишитесь на мой инстаграм, я тут часто рассказываю какие-то такие полезные штуки, stories, коротенько, и рассказываю, в общем, свою жизнь. И в общем, Илон Маск купил по 33 тысячи. Не так давно биткоин, когда стоил 33 тысячи, это повод задуматься абсолютно всем компаниям, которые в финтех, не в финтех, в любых, у кого есть какие-то свободные финансы, на тему того, что у них есть сейчас возможность зайти по цене, в биткоин по цене Теслы, но с, ну, как бы, с горизонтом инвестирования минус один год. Это уже очень-очень интересно звучит. Согласитесь, Илон Маск закинул, год ждал, а вы таки через год с ним закинули. Я говорю, я с тобой тут, опять же, в таком же поезде, только год я, деньги, условно говоря, мне не были заморожены, они были ликвидны, а тут я теперь с тобой захожу тоже в поезд биткоина. И мне кажется, что, условно говоря, уровни поддержки в районе 30-35 настолько огромны, что я не понимаю, кто должен их провалить. У кого столько этих биткоинов, которые, кажется, они нужны. Давайте будем объективны. Если там в 2013, даже в 2017 году, вот эти старые биткоин-миллионеры, которые, черт знает, когда еще на майнили биткоины, у них были тонны этих биткоинов, ну, как бы, и они хотели от них избавиться, чтобы получить кэш, то тогда рынок не давал ликвидности. Сейчас же, в 2022 году, ликвидность уже столько, что можно было вывести абсолютно любые темы. Не так давно пара из России отмыла 4,5 миллиарда долларов. Понимаете, только отмыла. И, соответственно, если у вас была цель вывести какие-то, ну, не знаю, я не представляю, сколько, наверное, миллиардов хотеть выводить, именно в кэш или там в USDT, или все на банковские счета. Мне кажется, просто, если бы у меня было много миллиардов, то я бы, наверное, ну, сколько там вывел, потратил. Остальное, допустим, уже в битках лежит, уже было и рассчитываться. Уже явно четкое понятие, что битки приняли, да, то есть уже крипта, это уже часть экосистемы, идет регуляция, сек уже принимает ETF, то есть у нас идет, происходит адопшн, надо также не забывать, что крипта сейчас действительно нужна. Ну, то есть, типа, у нас появился сегмент DeFi, ну, то есть DeFi тоже нельзя забывать. Это еще один повод того, что разве должны меняться циклы. Если циклы были, потому что они, как бы, могли быть надуманы, накручены, то сейчас у нас четко, конкретно, есть применение. Здесь тут 87 миллиардов долларов залочено. Я напоминаю, что в 2017 году вот было 4 миллиона залочено. Кстати, неплохие были реглифидации, конечно, это тоже тут может все упасть, как мы видим, и до 40 миллиардов, но все равно это большие цифры, которые явно... Понятно, что это пыль для того, что они откусили у традиционных финансов, да, с точки зрения займов и кредитов, но я вас уверяю, adoption, который сейчас происходит, он и до этого всего доберется. То есть то, что происходит в DeFi, оно будет интегрироваться куда-то в банке. Это уже сейчас я думаю над этим решением, очевидно. Вопрос только регуляции. Регуляция тоже у нас происходит. Страны признают биткоин законным средством платежа. Даже в России сейчас, как бы, по сути дела, приняли уже биткоин обратно, да, запретили, потом приняли, сказали только, ставите аккуратно. Но сама ситуация лично для меня выглядит так, что, ну, уже очень мы, как бы, разогнались. Все стало действительно очень серьезно. И мне кажется, мы не должны опять же взять, упасть на 4 года, и потом такие, в 2013 сидим, в конце там, или в начале, такие, боже, как же все плохо, какой биткоин по 20 тысяч, он уже никому не нужен. Спекулянтов выбили. То есть, условно говоря, кто-то по 70 купил, по 65, но 30 уже либо вышел, либо там обнулился. То есть, людей все равно, ну, вот этих хомячков, как все говорят, хомячки не должны зарабатывать. Да, ну, почему? Тоже должны. Если человек может купить и в долгу холдить, он, очевидно, будет зарабатывать в крипте. В общем, я топлю за то, что циклы поменялись. Лично мне кажется, что мы в 2022 году должны увидеть новый хай. Вот мое мнение. Я не знаю, пойдет ли у нас отсюда. Я тут планировал, что у нас будет буква V. То есть, мне кажется, где-то нам нужна проторговка все равно, и желательно, кажется, пониже уровнем. Проторговку, чтобы выбить, может, еще людей каких-то. Но потом мы должны поехать. Да, есть ставки ФРС. То есть, если у нас в теории мы поедем на фонда, пойдет делать коррекцию большую, хотя, опять же, аналитики считают, что 5-100, цена на конец 22-го. Ну, опять, что нам аналитики рассказывают? Откуда они что-то знают? 10 лет на Уолл-стрит, хамаху все мы смотрим. Но, тем не менее, ребята, давайте, пожалуйста, закладывать то, что такое может произойти, и не складывать все яйца в сторону шорта, и в то, что все до рынка торба, и все. Я думаю, что на текущем рынке обязательно будут темы, где можно будет дальше зарабатывать. То есть, в 2022-й, я лично планирую в плюс закончить, у меня много для этого планов. То есть, сейчас, условно говоря, можно NFT дегенить, можно фармить, постоянные появились какие-то истории. Вот тот же Фантом, кто не смотрел, Анна вот это видео, посмотрите обязательно. Это вообще одно из лучших видео на канале, я считаю. Ну, за последние полгода, так точно. Так что, посмотрите его тоже обязательно. Я понимаю, там может быть два часа многовато, но посмотрите хотя бы половину, там уже очень много сочной информации. Собственно говоря, на этом все. С вами был Ганат. Поставьте лайк, пишите ваши комментарии, интересный ли был видос. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok